Мы сейчас неделю перед праздником Песах, а если говорить совсем точно, точнее, то через неделю плюс час мы будем проверять хаметь во всем доме. Как написано, Гетчана 14-го проверяют хамейс при свете свечи, то есть заранее перед этим подготавливают дом к проверке, наводят порядок, хамейс, который уже видят, убирают, хамейс, который, если кто-то хочет оставить и продать нееврею, скажем, через раввина, ложат на отдельные полки, потом ее должен будет закрыть, и подготавливают дом к проверке хамейс, который будет следующий четверг вечером. Молится Мариев, и после этого зажигают свечку, говорят, браху, ашакедишонова митсвейса витсевона убир хамес, и проверяют. Если кому-то очень трудно сделать это в один вечер, то может часть квартиры проверить другой вечер раньше, тоже при свете свечи. Но оставить важную часть квартиры на проверку через неделю вечером. Но проверку, которую делают перед, которую делают не вечером 14-го, а раньше, не говорят на него браху. Есть мнение, говорите или не говорите, за сомнение мы не говорим в раху. Ну, и так как мы неделю перед Песохом посвятим весь наш урок Песоху и больше всего ночи пасхального седра. Пасхальный седр выпадает в этом году вечером с пятницы на субботу. И так как мы сейчас в високосном году прибавили еще месяц, еще два дара у нас было, так как мы уже не в равноденствии, а уже движемся к лету. И выходит, что день больше ночи, а соответственно ночь меньше дня. И соответственно ночь меньше 12 часов, то половина ночи меньше 6 часов. То есть от захода солнца до полуночи меньше 6 часов. Даже у нас в Израиле, что мы, у нас не такая северная широта, у нас 32 градуса. У нас тоже получается от захода солнца до полуночи меньше, чем 5,5 часов. Так тут две стороны вопроса. Во-первых, чтобы дети спокойно слушали агаду, ели мацу, марор. Так стоит начать агаду как можно более энергично и как можно раньше. По возможности, раньше же мы молим саморыв. Теперь те, кто живут более северно, чем мы, Нью-Йорк, тем более Москва, тем более Ленинград, то время от захода солнца до полуночи намного-намного меньше. И определенно надо все заранее начать энергично и вести пасхальный седор. Что нам нужно для пасхального седора? Ну, нам нужна маца. Нам нужен марор. Нам нужно вино или виноградный сок. Ну, нужна агада, чтобы по ней вести седор. Как написано в Шоханарухе, мы берем три мацы. Что мы потом с ними делаем? Среднюю мацу мы в середине. Мы в седоре делим на две части. Более меньшую часть оставляем на то, чтобы выполнить имя митцву, есть мацу. А большую часть мы оставляем на афикуман. Последний кусочек мацы перед бирхатом Азон, богословением за пищу. Верхнее мацу мы используем на корах. То мы берем маца с марором вместе, как будто брод. Давайте порядок седора разберем, соответственно, макалом вина. Что такое пасхальную ночь? Называется седор-песох. Что такое седор? Седор значит порядок. В эту ночь есть четкий, ясный порядок проведения этого. И поэтому он и называется седор. Есть даже краткие, кратко в поэтической форме записано, как то, что написано в Агаде, Кады, Шурхас. Значит, прежде всего мы делаем кедуш. Значит так. Четыре бокала вина показывают нам основной порядок седора. Каждый из бокалов имеет свое содержание, свою функцию. Первый бокал мы наливаем и делаем на него кедуш. И после этого берем кусочек овоща, окунаем его в соленую воду или в уксус. И маленький кусочек. И, например, мы наливаем второй бокал. Второй бокал. Мы на него, пока он стоит, рассказываем историю выхода евреев из Египта. На втором бокале. Затем мы моем руки. Извиняюсь. Мы заканчиваем этот рассказ гимном. Поднимаем бокал и произносим гимн. Хвалу Бога за наше избавление из Египта. И говорим браку бары при агопен. И выпиваем второй бокал. Затем моем руки. Берем мацу. И говорим две браку. Амутси реке минаерец. Иешэр кедишану митвотава. Свитюнам митввоим изаповидими. И в цивуону архи. Виллионам архи гостматься. Иис мацу. Иидим мацу. Затем миидим марор. Горки итраве. Говорим браку. Архи рат марор. Иидим марор. Затем. Идим мацу с марором вместе. Берем мацу и марор. Я привык. Обычно берут марор между двумя кусочками мацы. Так у нас сделали. И едят вместе. Затем едят трапезу. Затем едят то, что хозяйка приготовила. Едят кусочек мацы. И о той половине мацы, что мы говорим о фикуман. Это в память о пасхальной жертве, которые заканчивали трапезу и больше ничего не ели. Затем наливают третий бокал, богословляем за пищу. После богословления за пищу выпиваем его. Продолжая, заканчивая молели, говорят еще гимны. И тогда выпивают после этого четвертый бокал. А потом песни, которые необязательно приняты их петь. Повторим. Порядок седора по четырем бокалам. Первый бокал – это кедуш. Второй бокал наливают его и рассказывают о году. Когда заканчивают о году, поднимают его и произносят гимн, и выпивают его. Затем едят трапезу. И третий бокал – это бокал, богословление после пищи. Четвертый бокал – мы заканчиваем аллель и произносим еще гимны Бога. То есть каждый бокал имеет свои функции. Праздник Песоха, он особый. Это первый праздник, который Бог велел еврейскому народу. Первый праздник, который праздновал еврейский народ. И мы в Песох вышли из египетского рабства. Ребмейше Хаим Гуцату пишет, что праздники, которые мы отмечаем, еврейские, которые нам велел отмечать, это не просто воспоминания о событиях, которые были. Это события, которые были, произошли. Они же произошли и на физическом уровне, и на духовном уровне. И Песоха была особая близость с Богом. Было раскрытие присутствия Бога. Геушхина, как мы читаем в Акадзе. Раскрытие присутствия Бога. Особая близость Бога к нам. И выход из египетского рабства, физического и духовного, оторвались от связи с Египтом, с их идолами. Вырвались из египетского рабства и физического, и духовного. Так как Хармеша Хаймова Цату пишет, в эту ночь, в Песох происходит в более меньшей форме повторение тех событий, которые были тогда при выходе из Египта. Раскрытие близости Бога. Выход из Египта на завтра. А ночью ему разрешили. Фараон говорит, вы свободны? Эта ночь, она особая. Эта ночь, выражение благодарности Богу за все добро, что нам сделал при выходе из Египта. Особая ночь в году. Интересно. В эту ночь есть две заповеди по Торе, которые мы сейчас выполняем. Когда был храм, были еще две заповеди. Сейчас у нас есть две заповеди. Есть в Мацу, в эту ночь. И рассказывать о выходе из Египта. Когда был храм, были еще две заповеди. Есть кусочек от пасхальной жертвы, баранчика или козлика. И есть марор, горькие травы. Когда, потому что Тора связала то, что мы едим горькие травы, с тем, что едим из пасхальной жертвы. Так по Торе есть сейчас две заповеди. Есть в Мацу и рассказывать об выходе из Египта. Есть митцво по восстановлению мудрецов. Есть еще есть горькие травы, даже когда нет пасхальной жертвы. Пить четыре бокала. И еще есть указание мудрецов, как себя вести в эту ночь. Давайте разберем митцво есть в Мацу. Есть в Митцвах в этот вечер есть в Мацу. Сколько сколько как минимум кезает. Сколько это кезает? Ну, перевести кезает, это как оливок. Ну, по-моему, что так и есть, наподобие оливки, оливок, который у нас, мы видим, Шухонарух пишет, что это пол яйца. первое. И то, что известно от больших людей, они давали размер гадони человека с пальцами от ручной мацы средней толщины. по-видимому, так обычно в ручной маце средней толщины есть кезает. Гадонь с пальцем, размер гадони с пальцем. Интересно. Мы рассказываем о выходе из Египта. Давайте рассказываем о выходе из Египта. Но задается вопрос. Мы же каждую ночь и каждый день вспоминаем выход из Египта. Так можно спросить, чем наш рассказ в эту ночь отличает и митцва рассказывает о выходе из Египта? А чем она иначе, чем воспоминание о выходе из Египта, что мы должны делать каждую ночь и каждый день? когда мы читаем Рамбома, видно мнение Рамбома, что это особый рассказ. Что в пиатистах основа этого, что есть вспомнить, а есть рассказать. рассказать. Вспомнить человек вспомнил. А вспомнил об этом событии. А есть рассказать. Рассказать о всей цепочке событий. Рассказать в живой форме, форме вопроса и ответа. Рассказать, в чем смысл заповеди торы, которые он нам велел сделать в эту ночь. Почему мы едим мацу, почему мы едим марор, почему мы ели кусочек от пасхальной жертвы. Мишна говорит нам так. Рамбом Гамли и има, мы это читаем внутри Агады. Рамбом Гамли говорил так. Кто не рассказал об этих трех вопросах в Песах, не выполнил свою обязанность. Ибо Иоанн, а это что? Песах маца умарок. Песах, Песах, маца умарок. Песах, почему наши отцы ели? Потому что Агшумша Песах, агадыш баруху, агады сыну в Митраем. Бог перепрыгнул над домами наших отцов в Египте. Так объясняет Раша. А Таргмункас говорит, что Бог пожалел наших отцов в Египте. Пожалел, то есть первенцы египтян погибли, а первенцы евреев остались живыми. А Параш перепрыгнул значит так. Представим себе, вот тут живет тут египетская семья, тут тоже египетская семья, а в середине домик, где живут евреи. Справа первенец умер, слева у египетских первенец умер, а у евреев первенец остался живым. Как бы перепрыгнул, смерть перепрыгнула его. так это поэтому наши отцы ели пасхальное жертву. Матца почему мы едим, Матца умер, а в шума, а в шум шар ицук сейком шар и сейном ахмед. Тесто евреев не успело скиснуть, а че никому алиян раскресли милых махм бог и гоом выбил. Они поели тесто, не было хаммед, потому что гиршум были выгнаны из Египта. То есть это я понимаю, что это имеется ввиду переворот в отношении фараона и египтян. До сих пор фараоны и египтяне не позволяли евреям выйти. А тут не только они разрешили им выйти, они от них потребовали выйти, они их выгоняли выходите быстрее. море альшума почему альшемшим мирару сделали горьким мицарем египтян жизнь наших отцов египтцев. Так интересно, Рамбан переписывает это, есть кусочек мишне псахи, который мы говорим в ночь цедра. Коу, кто не рассказал об этих трех вопросах, Песах не выполнил обязанности. Песах, Мацал и Морор. Рамбан переписывает свои книги законов. Я понимаю, что по рамбану тот, кто не сказал это, не разъяснил, не выполнил обязанности своей в эту ночь. То есть, этот кусочек это центральная часть Аганды. почему Песах, почему Мацал, почему Морор, то, что Рамбан Гамлеев сказал. В какой форме надо читать Агаду? Ну, есть Агада, как она составлена мудрецами прошлых поколений. Рамбан ее уже приводит в своей книге. Она была уже до неба составлена. Но нужно говорить на том языке и в такой форме, чтобы те, кто слушают, поняли рассказ о выходе из Египта. То есть, если кто-то читал Агаду на иврите, а слушатель не знает этот язык, то он эту заповедь не выполнил, если он не знает, что читали перед ним. Вообще-то можно выйти или тем, что человек сам читает, или тем, что он слушает. И понятно, слушатель, то, кто читает, должен иметь в виду вывести слушателей, а слушатели должны иметь в виду выйти эту митву тем, что они слушают. И они могут сами читать. Это уже выбор самого человека. Но это должно быть на том языке, который слушатели понимают. То, кто, например, знает только русский, а когда она на иврите, то если человек даже будет мучиться и читать ее, но митву он не выполнит, потому что надо рассказать. А он же не рассказал. Он прочитал, но не рассказал. Интересно, богословление за пищу, человек, который читает на иврите, даже он не понял, но он знает, что он богословляет Бога за пищу, он выполняет, тем, что это произносит на иврите. А году рассказа о выходе из Египта, если он прочитает на иврите и не понимает, что он читал, он не выполнил. Так что же делают? Переводят или читают на том языке, который человек понимает, или тот, кто ведет о году, читает, затем переводит на том языке, который слушатели понимают. Я помню ночи седра, которой папа и отца увел нас дома, и там были гости, для которых понятным языком был русский, и были мои дети, для которых более понятным языком был иврит. Папа читал каждый кусочек и энергично переводил своими словами на иврите для моих детей и моментально сразу же на русском для гостей, у которых язык был русский. Моментально каждый кусочек. Каждый кусочек читал, и пересказывал на иврите и на русском каждый кусочек. Да. Так мы уже говорили, что центральная часть этой годы это то, что он Гамлео говорил. Понятно, рассказывает об угнетении, рассказывает об ударах, которые Бог привел на Египет, о наказаниях Бога на нем. Матца. Перейдем к митве Матца. Перейдем к митве Матца. Это митва, есть заповедь Бога. Есть Матцуб этот вечер. Хаттам Софер замечает, что у всех митвов, связанных с едой, это единственная митва, которая у нас осталась. митва. я понимаю, что можно спросить, есть суббота, это тоже митва, но там не есть. Там митва, иметь удовольствие в субботу. Но тут есть митва, есть кусочек Матцы. Какую Матцу берут? Ну, понятно, что должно быть хорошее наблюдение Рабинов, чтобы Матца была каширной, потому что если нет хорошего наблюдения, это очень может стать не Матца, а Хамейца. Должно быть хорошее наблюдение Рабинов. Теперь есть ручная Матца, есть машинная Матца. Есть люди, которые весь Песох едят только ручную Матцу, а есть которые едят и машинами. На митву, которую Бог нам велел в этот вечер есть Матцу, очень желательно взять ручную Матцу, потому потому что есть митва чтобы Матцу ушмарцем эта Матца и что мы хранили ее и что хранили эту Матцу во имя Песоха. И ручная Матца это точно сделано руками человека и определенное это во имя Песоха. Машинная Матца это производит машина. Что человек делает? Нажимает на кнопку и все. поэтому накизает Матца стоит брать ручную Матцу. Морор. Есть геморио упоминают пять видов Морора. Первый из них хазерес. Хазерес это то, что геморра называют хазерес. А на русском языке это называется салат. Определенный вид овощи называют салат. Но уже польским так из геморры видно, что лучше всего взять тот вид, который называется хазерес. Салат. Теперь второй вид, который был принят брать, это хрен. Хрен, растертый хрен. Давайте разберем каждый сам по себе. Если есть возможность взять хаза или хрен, то из геморио слышно, что надо, что хаза это лучше. Он понимает первое. А почему? Ярешауми спрашивает, хазерес он сладкий, он не горький. Он говорит, так же было угнетение в Египте. Хазерес хилосы мосык на сейфе марн. Вначале он сладкий, а потом он становится горьким. То есть, если его сорвать вовремя, он не горький. А вот если его оставить дальше в земле, он станет горьким. Так же и было угнетение в Египте. Сначала их приняли как почетных гостей, родственников великого Йосефа, а потом стали их угнетать. Так хазерес хасастый салат очень похоже на угнетение евреев в Египте. Началось со сладких слов, а кончилось тяжелым горьким угнетением. теперь хаса имеет в себе проблему, что есть маленькие червячки, которые могут там быть, и нужно иметь особый острый глаз, чтобы их увидеть. Но слава Богу, тут сейчас земля Израиля сделали особые фирмы особого выращивания, чтобы там не было особого выращивания, чтобы таких червячков там не было. там есть указание на упаковке, что надо замочить на несколько минут специальным моющим средством и потом промыть. И тогда нету, нет опытиния червячков. те, кто пользуется хреном, кусок хрена физически непрактично есть, его растирают и едят растертый хрен. растертый хрен, если его оставить долгое время открытым, вся острота выйдет. Что же делают? Делают мы так вели себя в Казани. В Казани был только хрен, не было не было салата. Так то, что делают, приводят уже Мишна Бруже. По указаниям Агро делали так. Оставляли растертый хрен закрытым, а когда начинали году, то открывали. Частично острота выходила, а частично оставалась. Между прочим, в этом году ведь первые ночь Песоха выходит на Шаббат и нельзя варить. Это Шаббат, это не праздник, нельзя варить. Шаббат и нельзя растирать хрен. Поэтому надо, ну, хозяйки, понятно, на это обратили внимание, что они все варят заранее перед праздником и ставят так же, как в другой Шаббат. растирают хрен заранее, делают соленую, приготовляют соленую воду заранее, размешивают воду солью и так далее. Ну, приготавливают на ночь в Сайдлерове вино или сок. Четыре бокала. Каждый из нас выпивает четыре бокала. В ночь Сайдлера это иначе, чем все субботы и праздники. Во все субботы и праздники надо сделать кедуш. Один человек делает кедуш, и он выпивает, или кто-то другой выпивает. А тут есть митцва выпить четыре бокала. Это четыре торжественных тоста, которые мы поднимаем. Приводится в Ярушауме четыре выражения избавления. Папа зацел говорил, что это четыре этапа избавления. Я выведу вас из-под тяжелых работ. Это когда Моше пошел к фараону, сам начало стало тяжелее, но потом Моше сказал фараону, что стоит, чтобы люди нормально работали, чтобы у них был день отдыха. Моше выбрал день субботний, как еженедельный день отдыха. Я выведу вас, написанное, из-под тяжелых работ египетских. Потом в середине десяти ударов, которые Бог привел на Египет, написано, я спасу вас от их работ. То есть египетские насмотрщики в середине ударов, которые Бог привел на Египет, они боялись евреев больше, чем евреи боялись их. Емара в Рошешона нам рассказывает, что выход евреев был уже в Песах, правильно? А в Рошешона «Ботва авейдо мя висыну в Митраем». В Рошешона прекратилась работа евреев в Египте. Они могли работать, могли не работать. В Песах было в Эцессии, я выведу вас из Египта. Третий бокал, четвертый, а как-то я с хамлилом возьму вас себе в народ. Это дарование Торы в ночь в воду. Еще раз, четыре бокала вина, это четыре этапа избавления. Так папа с отца обычно говорил. Я выведу вас по тяжелых работ египетских, потом спасу вас вообще от работ, затем выведу вас из Египта, никто не выходил из Египта тогда, и возьму вас себе в народ. в даровании тора, которые Бог дал нам в шивот. Какие бокалы, какое вино стоит брать? Смотрите, не мара говорит, что стоит взять красный или белый вино, лучше брать красный. Белый тоже кошерно, точнее, скажем так, розовый определенно кошерно. Белый между брюро приводит мнение, что есть возможность, есть что-то другое не брать, совсем белый. Розовый можно спокойно брать. А качественный это красный. есть митва пить четыре бокала, но есть же еще митву провести нормально. Поэтому и пить бокалы надо тоже в миру. Сколько должен быть размер бокала? Это уже есть спор насчет чью рим, норм, которые есть. Это приводится, что бокал должен иметь в себе объем полтора яиц. Какие яйца есть? Мнение яйца, как наше сейчас, 50 или 57 6. 57 6 умножим на полтора. 86 4 кубических сантиметров. Допустим, это бокал 90 кубических сантиметров вполне достаточно. По этому мнению. Есть мнение, что тогда яйца были больше, тогда около 100, 100 плюс половина, 150. Ну, есть два мнения. Кто-то ведет себя по этому мнению, кто-то ведет себя по этому мнению, кто-то ведет себя по более меньшему мнению, имея спокойно на кого полагаться. Мишнабрура приводит, имагинабрум до него, приводит. Еще, сколько надо выпить? Сколько надо выпить? приводит, что надо выпить как минимум миллион люгмав. Что такое миллион люгмав? Полную щеку. Одна щека наполненная. Это личная норма, не общая. У кого-то щека больше, в кого-то щеку входит больше, у кого-то меньше. Я пробовал измерять свою щеку в свое время, как я измерял, как Мишнабрура измерял. Он наполнял целый, полный рот, измерял сколько вошло, делил на две части и считал, что половина это щека. У меня вышло полный рот 100, 100, 5, 110 кубических сантиметров. Если это точно, то получается щека у меня 50, 55 кубических сантиметров. Этот человек должен точно пить. То есть свою щеку, сколько размер щеки. Есть очень серьезное мнение Рамбана. который говорит ты поднял бокал, выпей его или полностью, или хотя бы большинство. Поэтому мнение есть человек взял бокал в 300 кубических сантиметров, сколько он должен выпить минимум? 151. Мишнабрура пишет, что мы не совсем принимаем это мнение, но мы с ним очень считаемся и поэтому тот, кто не собирается много пить, пусть не берет большие бокалы. То есть каждый пусть берет бокалы по по его мнению кто считает достаточно 8-6 пусть возьмет 8-6 90 кто считает 150 150 но не брать больше. кто пользуется вином то у него есть кроме митцвы пить 4 бокала есть еще митцва провести инфейцедр как надо так кто не собирается пить много вина или сок а пусть берет бокалы по норме сколько надо смотрите что и не обязательно есть желательно выпить полностью но это не обязательно большинство бокала определенно достаточно смотрите то кто пьет сок ему легко пить сок хочет выпить все 4 бокала пожалуйста интересно Рамбом пишет что когда он размешивает надо в геморре приводится размешивать вино с водой размешивать вино с водой он говорит надо так размешивать чтобы это было приятно тому кто пьет теперь теперь интересно что желательно размер щеки выпить Вадим присест чтобы выйти и по мнению рамбом мнение рамбом что время за которое надо пить знаете сколько за время что человек выпивает рэвис ну за сколько человек выпивает скажем 90 кубических сантиметров это много времени я даже не знаю как можно это измерять в секундах поэтому желательно выпить размер щеки в один раз теперь в чем надо есть мы рассказываем что мы свободные люди рассказываем о выходе из Египта есть рассказ устами а есть рассказ позы тела так наши мудрецы сказали что когда мы едим мацу и когда мы пьем 4 бокала мы должны это делать облокотясь на левый бок позы нашего тела мы заявляем что мы свободные люди а вот когда мы едим морор нет мы не едим облокотясь мы же рассказываем о горе чулките когда мы едим мацу вместе с морором но это же мы едим и мацу вместе с морором так мы едим облокотясь тоже афикуман тоже мы едим облокотясь человек должен заранее запланировать так чтобы ему было удобно облокотясь у кого есть стул с боковыми стенками так это более удобно и он ложит подушку и теперь обычай женщины не облокачивается так пишет в шухонарух но если женщина захочет есть мацу стоя или пить вино стоя это нет мы относительно женщин говорим что когда не едят сидя это как будто не облокачивается это тоже путь как свободный человек но это когда сидят а не когда стоят то есть женщины обычно едят мацу и пьют 4 бокала сидя не облокачивается интересно митцвод который есть в эту повелительную есть много повелительных митцвод которые женщины не обязаны а вот в этих митцвод митцвод этой ночи есть мацу и рассказывать о выходе из Египта женщины обязаны так же как и мужчины восхищает и митцвод и не митцвод митцвод хотел бы что это эта ночь она особая и большая эта ночь особая близость Бога к нам нас к Богу И это ночь, где мы выражаем благодарность Богу за все, что он сделал с еврейским народом, вывел из Египта и так далее. Начало еврейского народа, как народа, который имеет связь с Богом, это с выходом из Египта. Поэтому Песох это особый праздник. Я уже сказал, что теперь, кто центральный в рассказе о выходе из Египта? Надо помнить, что центральный в этом рассказе это наши дети. Понятно, и гостям надо тоже отдавать внимание, но центральный это дети. Геморра уже приводит, что надо им делить, давать орешки и так далее. Ну, в наше время, наверное, для них более приятный шоколад или что-то еще. Но надо так сделать, чтобы они бодрствовали. По крайней мере, во время Агады, во время, когда идет Мацу. Есть и есть возможность уложить их днем спать, и чтобы они спокойно бодрствовали. Это самое лучшее. Обещать им что-то, чтобы они, за то, что они будут бодрствовать. Интересно, у евреев есть обычай, что дети хватают Афикумана и прячут его. А потом ведут переговоры с папой, что, чтобы он им дал за это. А откуда взялся этот обычай и для чего? Я видел очень простое объяснение. Очень важно, чтобы дети бодрствовали хотя бы до того, как едят Афикуман. А что может детей больше заставить бодрствовать, чем Азарат, что он спрятал, и будут вести с ним переговоры. И он будет просить то, просить то. И тогда до Афикумана дети останутся бодрствовать. Хотя бы до Афикумана они останутся бодрствовать. Хорошо, чтобы остались и дальше, но хотя бы до этого места. Я уже сказал, что в этом году ночь коротка. И в каждый год надо начать энергично и быстро. Особенно у кого есть дети, которым трудно остаться бодрствовать допоздна. А в этом году и время коротко, и это суббота. Надо все приготовить, положить на стол заранее. Хотел бы объяснить. Есть части Агады, в которых Матса открыта. Не только части. Во всей Агаде Матса открыта. Мы же рассказываем. Одно из переводов. Мы рассказываем это при Матсе. При открытой Матсе. А когда же мы закрываем Матсу? Знаете, когда? Когда мы поднимаем бокал. Когда мы поднимаем бокал Кедуша, мы закрываем Матсу. И в субботу, в Кедуши, в субботу мы тоже так делаем. Из причины этого, знаете, какая? Чтобы не обидеть Матсу. Она как бы этого не видит. Ведь Матса, она более важная. А мы поднимаем макал вина и говорим про ху на вино. Так что бы, можно так сказать, не обидеть Матсу, мы ее покрываем. То же самое, когда мы в середине Агады поднимаем бокал вина, когда мы говорим ваиши омто. Вот это обещание Бога устояло для еврейского народа. Что не один хотел нас уничтожить. А в каждом поколении хотели нас уничтожить. А Бог спасает нас от икру. Так мы поднимаем торжественно бокал вина. Так мы закрываем Матсу, чтобы не обидеть Матсу. И то же самое, когда мы поднимаем в конце Агады. Поднимаем вот этот гимн, который мы говорим. Так когда мы поднимаем бокал вина, мы закрываем Матсу. Видите, как никого не надо обижать. Кажется, большинство тем мы затронули. Про Матсу, про Морор, про четыре бокала вина. Есть, кто берет на четыре бокала вино. Есть, кто берет сок. Смешивать можно? Конечно, смешивать можно. Замечательно. Но каждый должен понять по его вкусу, по его возможностям. Потому что есть митцва пить четыре бокала. Но это не единственная митцва на этот вечер. Есть еще митцва. Хотел бы обратить внимание, по причинам здоровья есть разные люди, которые могут именно вино или именно сок. Например, моя супруга, у нее сахар на грани. Поэтому сок... Она все годы брала сок. А сейчас, в последние годы, она не может брать сок. Что же она делает? Она берет... Тому, кому запрещен сахар, он не может брать сладкое вино. Не может брать сок. Не может брать сладкое вино. Так она берет сухое вино. Стопроцентное. Стопроцентное вино есть. Я для себя покупаю. Есть вино Инве Ярушулаем. Сашгахой Сайда Харедит. Инве Ярушулаем. Стопроцентное вино. Стопроцентный сок. Я покупаю и сок их, и вино их. Есть карма в Мизрахе. Стопроцентный сок. Бехшер Раба Рубина. То есть, когда берут сок, желательно брать стопроцентный сок. Вино привыкли смешивать с водой все время. А сок, кто сказал, что его можно смешивать с водой. Поэтому сок стоит брать стопроцентный. Как смешивать, какой процент вина и вина в воду? Смотрите, есть, я не знаю. Если большинство вина, 51% вина и 49% воды, я думаю, что это определенно хорошо. Так она берет половина на половину, чуть больше вина, берет маленький бокал, 90 грамм, выпивает свою щеку и 4 бокала, нормально. Стопроцентный бокалы, которые обычно в богослове, можно их использовать на церковь? Конечно. Что? Не понял. Бокалы стопроцентные, которые обычно... Смотрите, если мы им и пользовались, и это стеклянные, единственное, не попало ли там хамбейт или что. Но, между прочим, наши стаканы, они не очень подходят. Обычно в них около 200 кубичных сантиметров. Есть маленькие. А есть и маленькие. То, что мы пользовались хамбейт, мы не пользуемся. Тем более, что сейчас у нас есть очень-очень широкие возможности одноразовые посуды и других, которые недорогие. У нас есть, слава Богу, широкие возможности. Одноразовые годы, если бы... Понятно, что более уважаемые, что-то более уважаемое. Но если нету чего-то другого, да. Но одноразовые, опять он слишком большой, 175 кубических сантиметров. Стоит взять что-то поменьше. А вообще-то эта ночь, она особая. Есть интересный взор. Когда евреи рассказывают про рассказ о выходе из Египта, Бог говорит ангелам, послушайте, как мои дети хвалят меня и благодарят меня. Так есть взоры. То есть эта ночь, она особая, что мы выражаем Богу благодарность за все, что он сделал с еврейским народом. Благодарность за выход из Египта. И очень важно подготовиться к этому вечеру с хорошим настроением. И чтобы каждый из членов семьи принял в нем подходящее участие. Особенно дети. Чтобы им было интересно задавать им вопросы. Или наоборот, они задают вопросы. Вести с ними так, чтобы им было интересно в этом участвовать. Это я уже сказал, что вы выйти, а году рассказ о выходе из Египта можно или читая, то есть человек сам рассказывает, или слушает. И слушает, то, кто рассказывает, имеет в виду вывести слушателей, а слушатели имеют в виду этим быть. Или человек может сам читать. И можно читать и на еврейском, и можно читать в переводе на русском. Хорошо, хорошего Песока всем.